То, что закрывают детскую поликлинику около дома, Наталья узнала неделю назад. Пришла в больницу, а там объявление. С 1 декабря переезжаем на строителей 23А. Указана и причина. Аварийное состояние здания. После такой новости земля ушла из-под ног, вспоминает женщина. Ведь до нового места 5 километров. А у женщины 6-летняя дочь с диагнозом ДЦП. Куда я пойду на строителей с ним? Она передвигается сама, но она долго ходить не может. Она падает, тем более в зимний период она может упасть, разбиться и все, в любой момент. Поликлиника обслуживает полторы тысячи ребятишек. Всех узких специалистов давно перевели в главный корпус, что, конечно, неудобно большинству родителей. Теперь туда же могут уйти и педиатры. Закрытие вызвало недовольство. Ездить на строителей это совершенно неудобно, особенно если морозы с маленькими. Это вот нам год, а кто вот сейчас девчонки родят. Каждый месяц ездить, но это вообще категорически против закрытия. Два года назад в детской поликлинике заменили окна и провели косметический ремонт. Но о протекающей крыше тогда никто не подумал. В результате деревянные перекрытия отсырели, штукатурка осыпалась, а электропроводка на грани замыкания. Заключение специалистов регионального Минздрава. Здание не отвечает нормам безопасности. Ремонт кровли в ведомстве посчитали нецелесообразным. В поликлинике работает всего один врач и медсестра. Да и пациентов, напомним, полторы тысячи человек, по мнению чиновников, мало. Еще вчера, комментируя ситуацию краевым СМИ, чиновники однозначно говорили о закрытии филиала. Сегодня решение в корне изменилось. На сегодняшний день решение принято, что филиал на поселке Восточном, он продолжает свою работу. На министерстве на сегодняшний день рассматриваются варианты либо подбора другого помещения для того, чтобы разместить прием педиатра в другом, более достойном жителе города Барнаула месте. Недалеко, так тоже. Но постараемся. Решение вопроса пока затягивается на неопределенный срок. Говорят также о возможной дополнительной технической экспертизе здания. Для Натальи Свечниковой и других родителей такая отстрочка – маленькая победа. Несмотря на то, что находиться в здании почти со 100-летней историей небезопасно. Мы не отдадим ее. Это наше. Приндина Скирова, Николай Шилко. Наши новости.